На повестке дня вопрос лицензирования нашей работы в такси. Вы знаете, что все мы имеем свидетельство о государственной регистрации, пакет. Здесь все присутствующие, да, все присутствующие, и там, которые на улице. Вопрос лицензирования еще в неукомной мере отработан именно по-нашему, как таксистов, великого транспорта. Много подводных течений, много непонятных вещей. Ну, плюс к этому еще материальное положение людей, которые не могут на счастье запланировать тысяч за лицензирование. Есть у нас в исполнении Министерство транспорта, но не Министерство транспорта, а транспортный отдел, который, наверное, содействует Министерство транспорта Донецкой Народной Республики. Мы проработаем нормальные, четкие требования, которые установят сроки, до которых мы должны это все оформить. И предоставить нам, а после этого уже действовать, пусть действуют такие радикальные меры. А так вот в пункты барахты взять 18 машин, арестовать. 16. 18. 18. Ну, пусть 16. Ну, мне кажется, это прежде время. Я говорю, абсолютно нет. Нет веревки на антре. Нет, это же таксисты, но я возьму. Вопрос номер первый. А сколько явных ситуаций. А почему вы решили, что этот вопрос из бухты барахты? По-моему, вопрос лицензирования не стоит. Не вчера его приняли, вернее, не позавчера его приняли, не вчера его вставали машины. Я сейчас правду, Роман? В машине вчера вставали. Правильно. Но вопрос лицензирования приняли же не позавчера. То есть время у вас у всех, давайте, будем честными, было. Это первое. Лицензия стоит 5000 на 5 лет. Насколько я правильно понимаю. То есть в месяц этого у нас там выходит 83 рубля. Может быть, даже это и большая сумма, не знаю. Но почему-то, что до сего момента, до момента ареста машины, ни один из вас ко мне не пришел и сказал, «Ва, Сергей, нас 600 человек. Что нам делать? Из нас 550 не тянут заплатить сразу эту сумму? Вы этот вопрос не поднимали. Я для себя вижу ответ один. Вы его не поднимали только потому, что вас не трогали те шерерча. Но с властью тоже не надо играть. Есть закон, его нарушать нельзя. Но вы этот вопрос не подняли. Сегодня почему-то вы решили перекрыть движение троллейбуса. Я просто хочу предупредить, чтобы с этим никто не играл. Это первое. Второе. Машины вчера арестовали 16. Те, которые не лицензированы. Правильно? Теперь я хочу от вас у вас, у вас инициативная группа, я хочу от вас услышать. Кто из вас обратился в Минтранс и получил отказ? Поднимите руку. Кто обратился и получил отказ? Я понимаю, что никто не обратился. Это называется беззаконное предпринимательство. Вообще это уголовное дело. Понимаете, в чем дело? Я сейчас разговариваю с вами как со своими друзьями, как с жителями города. Потому что мы живем сами во фронтовом городе. Мы все находимся в одной школе. Тут нет. Я, ты, он. Есть законы республики. Есть мы жители. Мы жители должны исполнять закон. Мы же, извините, не у города Украины, мы же на байданных идем и не будем властью. Это же неправильно. Значит, мы должны сейчас все вместе сидя выработать решение. Я считаю, что решение мы выработаем. Но для этого Анатолий сейчас должен снять трубку. Я так считаю. Это мое мнение. Позвоните туда на площадь. Дать команду, чтобы все разошлись. И не обижайте мое самолюбие тем, что вы скажете, что вы это разобрать не можете. И дальше в рабочем порядке, я же переговорил, мы со всеми переговорили. Мы примем решение и его выработаем. Но я считаю, что вина есть обоюдная. И ваша, тех, которые не хотели ее оформлять в лицензию за это время, ничего для этого не сделали. И может быть наша, потому что мы до конца не знали ваши проблемы. Но вы ее не осветили. Так, есть такая проблема. Если мы разговариваем за резону нормально решаем этот вопрос, такое мы вам предложили. Вопрос можно? На данный момент лицензия. На данный момент лицензия. На данный момент лицензия. На данный момент лицензии за три недели вопрос об этом. Вы считаете, что таксисты миллионеры. Я ничего так не считаю. И пять тысяч для некоторых пацанов. Это очень громадные деньги. А что вы, я не считаю. Я что-то сказал, что вы одинаковые. У меня не заработки 25-40 тысяч. И надо решить вопрос лицензирования. Да подождите. Вы меня не слышите. Вы меня не слышите. Я послышу. Вы читайте, что мы перекрыли талейку. Мы не перекрывали. Вы на нас. Как кварталь. Но об этом же надо говорить. А мы сейчас. Дождались репрессивных мер. Я, кстати, об этом не знал. Говорю честно. При полиции тоже. О том, что там обитрили. Испокоен ли Бог. Такие, кто помогали мне. Да, правильно. Ну, не перебивайте. Я же выслушал вас. Ну, эту же проблему надо решать. Поступать не. Вот сейчас она всплыла наружу. Она всплыла. Сейчас мы решим вопрос вашим транспортом. Как поступать. На днем решение. Но решать все надо. Насколько же. Я вот здесь за стороной. Спокойно. Если бы мы начали говорить об этом вопросе. Полгода назад мы бы уже этот вопрос решили. Ну, пожалуй, республике об этом бы доложил. И он бы, поверьте, принял решение. И сделали бы эту расрочку. В Донецке не постуют. Я понимаю, что на дороге до чего просто нет. Ну, в Шахтерске не постуют. Снежновых. Там же тоже есть таксисты. Ну, там тихо. Витя, там не прицелит. Витя, где нет. Я не готов отвечать. Но я уверен, что если у них нет лицензии. Но они же не постуют. Но начали с вуровки. Будет то же самое. В Шахтерске тоже придут. Все равно их надо будет оформлять. Есть одна проблема, действительно, республикация. И я тоже считаю, что 5 тысяч заплатить единоразово. Это много. Хотя бы частное предпринимание. Ну, давайте уже. Вот назад говорили в Донецке, что горловка не подчиняется Донецке. Ну, что-то. Какая-то не подчиняется? В Донецке. В Донецке. Какая-то не подчиняется? Можно важное конец? Почему? С чего взяли именно 5 тысяч? Я же не знаю. Ну, я же не знаю. Это слицензирование. Я сейчас вышел к вам. И стоять туда, с лишим проблемой. Я же тоже до конца родственного дизайна. Не знаю, почему 5. Почему? Если бы в Украине было 1200 бессрочное, сейчас 5000 на 5 лет. Я же не знаю, что... Мы... Начинаем дышать наши проблемы? Конечно. А первым... Возвоните на площадку. Все. А больше никого на штрафплощадку подправлять не будет? Пока нет. Как? Смотрите, давайте... Мы выходим на работу. Давайте практически... Просто посмотрим. Сейчас мы на работу. Сейчас мы посмотрим. И мы... Просто говорю, почему не дать на ход? Я же узнаю, что... Я что знаю, что... Я что знаю, что... Я что знаю, что... Я поставил сейчас... Максим Юрьевич, у меня... Я живу на 5-й шахте. У меня там по соседней улице. Включаем моего соседа. Прилетал. Он снаряды обратно. Прилетись ко мне в воду. И я останусь без машины. Зачем мне лететь на 5 лет? Сейчас мы звоним и говорим, чтобы машины уезжали с площади. Сотрудники полиции не будут? Нам можно начинать работу? Будем. Сотрудники полиции не будут арестовывать? Я, мэр города Урова. Я говорю, да. Спасибо. А с теми машины что арестованы? Сейчас вы напишите коллективное заявление мне. От всех, у кого машина арестовала. Прямо сейчас. И у вас есть просьба. И мы рассмотрим решение. Нет, вашего обладали... Но вообще-то, в принципе, это же незаконно. Это незаконно. Это незаконно. Потому что вы сдавали незаконно. Нет, давайте так. Законно-незаконно. Я не думаю, что полиция действовала правду. Это незаконно. Она действовала статье. Задавание статьи 164. Закона, к сожалению, Украина. Но его еще не приняты. А там есть. С изъятием средств незаконно предпринимательства. И без изъятия. Иван Кович. А сейчас. Ну я же работаю, потому что давай попередиваю. В принципе, решение принимает суд. Я думаю, никто там у вас ничего не забывать не будет. По идее, до суда до суда. Но вы сейчас заявление напишите. Напишите расписки и заберете свои машины. Начиная с 14-го года. Начиная с 14-го года. Работники, как говорили, никто не будет работать в Индухе. Все будут платить налог. Я в всю жизнь плачу налог, но Индухе как грибы развелись. Никто не платит налог. Почему? Станы борются с Диме, никто не борется. Где же перевозки? И чем разница 50 гривен человека. Сейчас, 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 сколько? Именно, которые не оформлены шесть. Шесть, да? С шашечками, с маленьких. Ну а чего? Планета, кочевянка. Они просто никому не нужны. Он подошел, мы сейчас в протоколы. Их все знают. Есть проблемы, мои владельцы? Пяшки, не будут. Они тоже, пацаны, Митюр Ильича. Он вас три минуты поставил, и я на жалку. Значит, что он за паркетик, где где-то они стоят? Он инспектор подходит. Там шашки, где-то несколько лет. Послушайте, послушайте.